Бабер Какая прихожая? Как она называется? Я не думал про это Это морская яхта? Так, Бенджи моя рация Мы должны придумать ее имя Назовем яхту Келоном А что значит Келон? Это потому, что я еду киль Не-не, я веду, что такое Келон Это, здаётся, я не виду Это назову полночного ветра Я б лепш назвала яхту Гомер теплого полдневого ветра Полдневого моря С Китаю Здаётся, вы просто хочете новой истории Так, историю про королевну Так и будет, Битси Так и будет Я назвал эту историю Багаття Фемина Далёка отсюда, Китай Жил рыбак Фемин Что дня он выходил у моря рыбачить У вечера вернулся в порт Где его чекала птушка Крупинка соли Привет, Анне, Крупинка Ходи домой Тяжкий был день Глянь, Крупинка Вот она Фемин Здаётся, капитанский дом и его пригождение дочка Мэйлин Целком захопили твою увагу, да? Я невыдатная И вартая капитана знакомитого золотого лотоса Капитаны его човен проплыли четыре китайские моря Я ведаю Измагалися с японскими пиратами и двухголовым смоком Так, а теперь капитан засяроджены только на пошуку предатного мужа для своей дачки Прихожу не Мэйлин Но это буду не я Я не варты, Мэйлин Кто ж меня не захочет, Крупинка? У меня ничего нет Само-то 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 Здаруй, старый сэбар Я забыл, что ты тут Поколь ты побачь Я не один Не один Мэйлин Давай, хлопцы Мэйлин А? Повернися Я стерегал, что буди, коли гэта пауторыцца Так, майстер Питон Во, а теперь вертайся до працы Чакай, Фэмин Хадем с нами Коли вернисься наибогатейшим с моёй команды, ты сможешь ажаниться с моёй дачкой У меня нема ничего, как обузять с собою подороже, продать и обменять Свежая личи Прихожая свежая личи Я упэлнен, и что коли ты оглядишься, ты знойдешь нечто, как обузять Я беру восемь мяшков ваших личи за мою птушку Я на наиразумнейшей усвете Добрый, сладный Рабачка, продаю тебе Раз месяц я тебя выкуплю Витаем на борте золотого лотоса Иди вниз, рыбак Золотый лотос покинул порт и накераваусил китайское моро Раз некольки дён, Йон приплыл на остров Перцу Купцы и мараки спустились с корабля Открыли свои мяшкиды с крыньи полные товаров И пачали их продавать джихарам Фёмин, сдаяцца надышо отпабедный час на твоей личи Фёмин так и зрабил Люди з острова Перцу не поле не бачили личи Их смак так им спадабауся, что Фёмин продал усё на одной ягоды Сдавалася, что у кожного человека на острове Ёсть личи Фёмина У першыню ягу было столько грошей Однако у корабельных гандляров было больше Сёння зладим турнир по стральбе з лука Пачым стралять? По диких гусях Дайте мне лук Питон узял лук из стрелы Накеравау на чараду гусей И пустил стралу Пашымцовала гусаку Питон не отрапил И птушка полетела далей Это про тебя Так, майстер Я собью птушку без стралы Клапчина с глазду съехал Дрынь Рыбнул лук Фёмина И птушка упала Фёмин Это чары Как ты это сделал, Фёмин? Я добро ведаю птушек Коли питон стрелил и не отрапил И он их наполохал Коли я не почули гук моёй тетивы Одна из птушек замлела со страху Повернися Позднее, подчас шторму Фёмин отпустил птушку Шторм был такий, что летняя снищил корабель После шторма Капитан затрымался ля выспы на Рамонт Я николе не вернуся до дому настолько богатым, как пожениться на Мэйлин Прилетанье, ты сгубился, малеча? Ты, видать, голодный Ага, ходи со мной После рамонта золотой лотос Поднял ветра зейню забави Пришвартовался на выспе Где жил капитан Аусябр Князь Лоло Фёмин, у якого не было товара на продаж Застался разом с шарапахой на корабли Ага Лили, моя Лили Наресте я знайшёл тебя Я сгубил я её подчас леташней вандровки на остров Я дам узнагороду за её вертанье Я её знайшёл, Фёмин У якогости узнагороды Князь Лоло Дау Фёмину сотни золотых монет Рыбак был теперь самым богатым сиротган для Роу И мароков золотого лотоса Ров на празд месяц Корабель вернулся до дому Ха-ха-ха-ха Батька сказал Мэйлин, хто выиграл я её руку? Фёмин Рады витать мою злобудучего мужа? Фёмин молчал Раптом он отчинил купор со скарбами И раздал усим присутным своё недавно сдабытое богатце Але чаму? Я был бедняком, коли выходе у мора Я кахал Мэйлин, але не отваживался её и сказать про это Бо у меня ничего не было Под час подороже я сустраил князя Лола, богатея Однако ему было сумно, бо он стратил нечто особливое И он зрозумел, что а не гроши, а не золото Не заменить того, что он любил Гроши ничего не значить без каханья Мэйлин, мне не потрэбно багатье, покой ты со мной Покой ты со мной Водзе хисторая, прыгожа Шовин Качай, тэта бобёр, спускаема наш карабель на ваду Нас чакайць морскія прыгоды Чакайць, приезжым вяровку до караблика Каб вернуть яго, коли янц губится у моры Гэта идея, што на конд имя нашей яхты Можа золотой брыз? Ранешний брыз А можа вечерний брыз? Каб никого не покрылдить, хай буде просто Брыз Брыз, прыгожа Добрах, караблик, плыви Тэта бобёр, як ты лечиш? Наш караблик доплыве до моря Гадо морака занясе яго Йон приплыве прямо в Африку Гэта далёка Тэ ведыш гисторую про Африку, тэта бобёр? Так, и вельми тякавую Называется яна Калипа черванее солнца Один чалавек долго и шоу по пустыне Йон вельми стомиўся И хатеў пить Ах, воды Кали солнца черванее Усе шевелы саваны идуць до океяну Ах, увесь час я чую некий голос Я вария теў У мене лихаманка тут нікога нема Ах, ах, ах Ах, 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 ах Ах, 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 ах Чуды трапил? Мы знайшлі вас не притомна галя вёскі Атку львы? Я прышоў здалёк Мы чакалі вас Вы? Мяне? У легенді гаворыцца, што адной чыў вёску прыдзі знясілены чалавек Вы думаеце гэта я? Вы гадаць некі асаблівы, калі знайшлі нас Вы такіш як наш Чароўны Баба Наш вяшчун Йон память нашага народа Каб вам было лягчай зразуметь Я папрасіў ў яго распавесці вам істораю нашага Бабаба Некалі на мецце гэтай вёскі была гарачая пустыня Тут не было теню і сонце бязлітос напаліло всё ў низе Тады ў вёску прышоў Чароўны Бабаб Перший мранеце яго ўбачыў Муфі Йон не паверуў вачам Напалоханы Муфі побег да Провадыра Провадыр! Ага? На вёсковой площі стоїть вялизнае драва Хто ты і адкуль прышоў? Я Бабаб Родам з вялікага лесу дзі живыць мае браты і сёстры Чаму ты пакінуў сваю лясную сям'ю? Усе мае браты і сёстры вялікія дужы, долькі я мизэрна Для мяне ты гигант Я ніколі не абачыў раніць шалавека Я думаў настаў час с ним пазнаўнецца Нешкада, калі я вас напалохаў Не пакідай нашай вёскі, Бабаб Твоя галіны даюць тень і будуч бараніць нас адпякучага сонца Бабаб вырашыў застацца І с таго дня ён засланяў і бараніў нас адпякучага сонца Вось така гісторая нашай вёскі Твоя гісторая падабнае? Вы распавялі мне дзівную гісторуў Як той голас, які привеў мене ў вашу вёску Ты не адзін, сынок, я так само чую гэты голас Я был вельмі маладым, калі ў першыню пачуў яго Я сядзел на беразі ракі, дымайстраваў флейту в стрыснягу Раптам я пачуў яго Калі сонца черване ўсе жывёлы саваны ідуць да кияну Голас выратаваў мене адзмяротной водяной змяі Другі раз я пачуў яго носячы воду Калі сонца черване ўсе жывёлы саваны ідуць да кияну Голас знов выратаваў мене Гэта ўже другі раз! Голас ратаваў тебе тройчы? Так ратаваў подчас моўго першыга палявання Я был вельмі узрушана, идучы с батькам на паляванне Аднак мы ходили целый день, і моя концентрація ослабела Каб стать добрым правадаром ті палявничым, ты повинен слухаць ўсё навокал тебе Колі сонца черване ўсе жывёлы саваны ідуць да кияну Гэта великий день, сыну, ты прайшоў в апробаванне Голас размаўляя с тобой, за ўсёды слухай яго Одноў чакаліта станеш правадаром, да ўбачыш, што сонца почарванела і жывёла ідуць да кияну Збирай жі хароў да іди за імі Не кожны чуе голас Не, толькі абраная ўм, чаму? Я не ведаю, але так было за ўсёды Значыць мене выбрали, правадар Я не ведаю, чаму ўн абраў мене Але я спадяўся адно чадаведаюся Бывайте дзякуй! Бывай! А шта здарыласе з гэтым чалавекам, тато бабёр? Гэт ўжо інша історія біць! Не спадабалася частка пра маладагу правадара, калі ян стал абранын Я так сама хотела бы быть абранын Можа не, калі ты ёй станеш Чаму не сёння? Мы абираем запуск корабліка Мні не падабаецца быць абранын Када наш носит шмат таких історія про запас Под своим вялизным парасоном Снов с бярею нас Динако рыти под горой Мы на пол яго сядим Для малых бобров и лёгшихся бров Будь бобёр, а погоди